эй прием прием вызывает земля так 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 всем привет ребята всем здравствуйте сегодня с вами продолжение бесконечного лета сегодня мы поиграем в мод истории одного пионера и принципе на стриме мы это посуждали снимать точнее снимать то я буду я но озвучивать я буду в компании с девушкой она у меня сейчас на проводе привет привет вот знакомьтесь это ангел просто ангел и сейчас мы отправляемся собственно в мод поехали запускаем моды история одного пионера я не смотрел этот мод я не знаю что ой кто-то дышит классно выглядит трясущийся лагерь кто-то куда-то бежит видимо через лес через поля долго бежит слушай есть такое о кажется кто-то пробежал мой мир пуст так же как пуст я сам вой начинается я уничтожил себя чтобы стать целым миром миром пустоты который уничтожил меня мне казалось что в моих руках находятся чьи-то судьбы в моей власти оборвать чужие жизни но я лишь блуждал во тьме немножко так литературно тщетно прячась от каждого нового тусклого лучика света каждый из которых лишь рождал пустые тени каждая тень это мое безликое отражение сгусток кромешной тьмы единственная цель которого поглотить меня я прятался от них сливался с ними они становились мною а я ими и наконец уже перестала быть важным кто из нас по ту сторону зеркала многоточие однако в данном случае это не просто клишированная фраза или какая-нибудь рефлексия доморощенного неудачника это факт пусть раньше было не так пусть раньше миров было много а мою жизнь можно было назвать жизнью ведь все закончилось в одно мгновение сначала этот чертов автобус опять он всюду он и толпа таких же как я весело улюлюкающих пионеров вокруг а потом еще и еще как к как яркий калейдоскоп лиц событий эмоций и чувств но какая уже к черту разница ведь если человек умер то сожалеть он будет о том что не успел что не сделал что не сказал они о том как именно окончился его земной путь но разве сейчас я в одном из этих мест куда попадают души после смерти а ведь все могло быть иначе не важно что конец всегда один и тот же если дорога к нему может быть разной она зависит от моего выбора ох сколько философствование я вам скажу зависела раньше когда же все изменилось видимо когда он превратился в тучку полетел по вселенной вместе с юленькой вместе с юленькой в обнимку да варианты событий линии жизни судьбы людей словно перекрутились вместе несколько раз косичка получилось а получилось что-то вроде роковой веревки о я не читая дальше узнал что это косичка на которой только и остается что удавиться понятно семён как обычно включает свои даже не знаю как это мазохистские гита садистские нотки своей души подключает к разговору до философ тот еще когда же все изменилось уж точно не в один день не в один час но точно так быстро что я не успел заметить значит слоупок сейчас что-то начнется автобус привет в глаза ударили яркие лучи летнего солнца летнего нет кто бы мог подумать какая неожиданность ведь вчера была зима или не вчера бардачки у водителя припрятана пачка сигарет и коробок спичек я знаю музыка кстати прикольный играет от глубокой затяжки закружилась голова а противный привкус ментола сковал холодком мозг ну вот теперь 18 плюс ставь на это видео из-за сигарет 16 наверно космос экспортный я даже таких не знаю вот ведь умели тогда делать вещи на экспорт не то что сейчас атомные реакторы автоматы сигареты и коммунизм до коммунизм экспорт кстати классный был много коммунизма в коробках ящиках бандеролях контейнерах в трюмах сухогрузов в грузовых отсеках самолетов в вагонов поездов даже в космических кораблях еще больше коммунизма пигмеем африки индейцам южной америки папуасам новой гвинеи ну и пингвину в антарктиду можно тоже закинуть посылочку тьфу бред до курив третью сигарету я уставился на ворота и принялся ждать да мне даже часы не нужны в голове работает безотказный внутренний хронометр вот сейчас еще немного опа слушай а это как их одна створка противно скрипнула и слегка приоткрылась оттуда выглянула девочку в пионерской форме осмотрелась по сторонам и заметила меня подойдя она потянула носом тяжелый раскаленный воздух и как будто слегка удивилась но тут же улыбнулась и заговорила привет ты должна быть новей да пошла ты на выскочила надпись зарал я стал и заигнорируя ее направился в лагерь ух ты она не ожидала такого нифига себе он ее как есть такое дерзко очень когда ты это было смешно потом забавно теперь же это просто привычка интересный который раз он уже здесь оказывается глупая такая но навязчивая как класть разные вещи в разные карманы вот я например не могу носить телефон в правом кармане потому что черт его знает почему вот и тут также с утра обидел девочку день начинается неплохо хорошая примета по дороге мне повстречалась еще одна пионерка точнее она попыталась ударить меня по спине но я вовремя отскочил и посмотрел на нее так что у бедной девочки внезапно похоже появились более срочные дела так солица не получилось поговорить домик вожатую топал в кусте сирени когда же он уже утонет наконец мать его какой ругательный сегодня семён то у нас громкий хлопок двери отвлек хозяйку от чтения какой-то книжки нет мне правда никогда не было интересно что читает вожатая не раздеваясь я плюхнулся на кровать а ноги в зимних ботинках закинул на спинку на спинку ты что себе позволяешь и кто-то вообще такой искренне возмутилась вожатая закрой рот женщина для него бросил я она столбенела не в силах вымолвить и слова так всегда бывает каждый чертов раз вот скажи мне лучше почему ты до сих пор себе мужика не нашла тебе сколько 25 25 с чем-то в таком возрасте уже пора понимать что к чему на секунду наступило молчание не знаешь а я тебе скажу да кому ты такая вообще сдалась домик вожата огласился громким смехом скорее даже лошадиным ржанием а за окном весело бубнила знакомая мелодия я пару раз пытался найти откуда играет обеденная музыка чтобы вместе вместо нее из динамиков по всему лагерю запустить что-нибудь более или менее бодрящие но не нашел похоже это ангельское пение не нуждается в проигрыватель и проводах или электроэнергии ну и черт с ним сейчас я бы например не отказался чтобы весь этот совенок услышал мой смех услышал как я смеюсь смеюсь но только вот над кем но ведь не над собой нет я просто смеюсь потому что смех это отличная защитная реакция а также способ развеять скуку минута смеха прибавляет сколько пять минут жизни ну мне-то ни к чему я де-факто бессмертен осталось только нот реально заверить как ты разговариваешь со старшими оленька дорогая но смени пластинку уже ей богу надоело одно и то же из раза в раз слушать давай попробуем вот так привет как дела видишь не так сложно давай теперь ты что не что а привет как дела а я тебе отвечу спасибо плохо как всегда а может даже добавлю вашими молитвами убирайся отсюда я сейчас милицию вызову как по глубиной почте телефон же не работает да но я замялась вожатая хотя я полез в карман в левой достал мобильник и кинул ей попробуй вот вожатая поймала телефон он несколько раз подпрыгнул нее в руках и чуть не полетел на пол что это телефон коротко ответил я и закрыл глаза знаешь такой зазвонил телефон кто говорит слон ты что больной похоже на то вожатая наконец похоже начала приходить в себя а ты я не знаю что здесь происходит ты смотрела когда-нибудь фильм день сурка не смотрела ну и ладно если бы у вас библиотеке были книги по психиатрии на то вопрос о моем психическом состоянии я бы смог ответить с большей уверенностью поэтому сейчас готов сказать лишь как дилетант да оленька я больной и опять громкий дьявольский смех такой вот наверное вожатая от неожиданности выпустила телефон из рук он упал на ребро и отскочил ко мне я быстро подобрал мобильник и сунул в карман но не тобою я болен но не хорошо добавил я открыв один глаз ух ты леночка заходит к нам в дверь робко постучали затем она открылась и на пороге появилась пионерка ух ты ж твою мать это мое же выражение откуда он узнает на наиграна вскочил я с кровати а тесак где дома забыла блин классно пионерка непонимающий посмотрел на вожатую это начала она вздохнула и тяжело опустилась на кровать напротив на самом деле я знал что вожатая меня не боится страх у нее просто в программу не заложен она может возмущаться это да сколько угодно имитировать испуг все непременно но пройдет пара минут и она саму страница оставив меня в покое тоже мне вот я бы на ее месте я наверное не вовремя робко пролепетала пионерка потупи взгляд и собираюсь уходить да ты не стесняйся радушно воскликнул я жестом показывая на место рядом с собой ты присаживайся чувству себя как дома нет я присаживайся кому сказано рявкнул я вот эта девочка точно умеет сыграть и настоящий испуг и страх и даже ужас и подходит она медленно подошла и съела на мою кровать вжавшись в спинку ну что хорошего расскажешь многоточие у что-то все покраснело повелела очернела прелесть сейчас будет ними меня как и всякого порядочного ребенка родители с детства учили что нельзя открывать дверь ногой незнакомым людям также не стоит идти непонятно куда когда тебя зовет непонятно кто но то в детстве а сейчас от того доверюсь я незнакомца или нет зависит буквально все казалось что прошла уже целая жизнь и я успел состариться если не физически то духовно и забыл что такое зима снег холод вечерняя темнота пронизывающий до костей ветер и вечная слякоть так и город не останавливающиеся ни на минуту вечно куда-то бегущие коптящий грязное небо и людей рядами прогнивших дымоходов и автомобильных труб остался далеко в прошлом видимо город остался далеко в прошлом очень сложное предложение надо было разбить мне кажется словно на высветших страницах старого фотоальбома за ненадобностью заброшенного в пыльный чулан я справился о о эй голос сидящий рядом девочки несколько отвлек меня от этих мыслей опять завис все думаешь об этом о чем она говорила беззлобно я переспросил скорее просто для порядка ответ был и так известен ты знаешь мы сидели на крыше библиотеки свесив ноги вниз а ну чё я чпокнул что ли я не понял женя немножко откинулась назад ее волосы красиво развивались на ветру в глаза нам било яркое солнце заставляя жмуриться но оно не было ослепляющим скорее бархатно теплым и словно обволакивало всего тебя приятным жаром летнего дня нет то есть я не знаю наверное последнее время не всегда получается понять о чем думаешь в голове каши и из мыслей я замолчала на мгновение посмотрел на женю она выглядела так как будто ее не интересует не только наш разговор но и вообще все происходящее вокруг словно бы эту девочку все устраивает лето солнце приятный ветерок молодость словно это ей достаточно для счастья остальное лишь глупые условности короче ты меня понимаешь зачем вообще спрашиваешь потому что человек существо социально ему положено общаться с себе подобными она еле заметно усмыхнулась ну да кто бы говорил сейчас подожди схожу за наградой самой общительной пионерки 1980 какого-то там года а я что у меня в отличие от некоторых есть в этом лагере вполне конкретные обязанности я уважаем член нашего коллектива незаменимый даже в каком-то роде не то что ты да хорошо уела же не сверкнула глазами и хитро ухмыльнулась ну да обязанности я прикрыл глаза ладонью и откинулся на спину нет ты сама себя слышишь обязанности у нее коллектива эй грозно сказала жене и больно ткнул меня в живот ох скорее наигранно застанал я и бросил ее сторону гневный взгляд а если бы я упал разбился а это было бы крайне прискорбно тут даже жизнь застраховать негде ну да и страховку уплачивать он тоже будет некому такое ощущение как будто она все знают ну как некому я почесал затылок глупо ухмыльнулся и сказал а тебе мне же не задумалась ну допустим но не думаю что в столовой принимают доллары евро кредитные карты или на худой конец российские рубли ты обменника здесь нет наверняка а если бы и был то еще неизвестно как там дела с курсом я знаешь не хочу страдать от его от его скачков интересно такое ощущение как будто на реально что-то знает ой проси выплат в золоте в золоте ему она навалилась на меня и попыталась то ли защекотать то ли задавить то ли побить то ли все вместе то ли чпокнуть многоточие так хорошо девочка танк такая домик ольги дмитриевны я вышел из домика вожата и посмеиваясь не понял погоди он только что на крыше сидел вряд ли а это наверное какой-то флешбэк да судя по всему вряд ли стоило чего-то ждать от разговора с этой пионеркой я и не ждал зачем ведь все уже давно известно эту пьесу мне по силам сыграть самостоятельно как в убогом театре одного актера какая ирония пьеса одного актера в театре одного зрителя в городе одного жителя в мире одного человека во вселенной одного живого существа или живого в кавычках или может живого курсивом какой некролог вам больше нравится с виньетками или без с буквицей или без какой шрифт желаете бумага матовая или глянцевая тьфу опять понесло у по дороге в припрыжку скакала веселая девочка может быть в этот раз начать с нее помню в столовой есть отличные крюки для мяса письмо еще маньяк какой-то или нет а ты кто у выпалила она поравнявшись со мной я ужас летящий на крыльях ночи бух я демонстративно развел руки в стороны и навис над ней и совсем не страшно не страшно но это пока ухмелился я и направился дальше кричала она мне вслед девочка догнала меня и схватила за руку не трогай зачем ее в кусты швырнул брезгливо заорал я из силы одернул руку так что юная пионерка слетела с дорожки упала в кусты ай больно же заплакала она странно вот сейчас правда странно кажется такого раньше не было конечно этот день повторялся уже столько раз что не сосчитать и ведь дело совсем не в том что девочка улетела в кусты а в том что здесь не должно быть ничего нового даже такое малозначительное казалось бы событие может в итоге оказаться важнее чем все предыдущие разы чем первый раз не знаю даже почему просто чувствую просто уж слишком давно не случалось ничего нового конечно этот мир нельзя сравнивать с монотонным механизмом бездушно выполняющим свою работу но все вариации сценария мне знакомы и когда я говорю все я имею ввиду все пару минут назад в домик кважатой могла прийти не та застенчивая пионерка а девочка встретившая меня у ворот лагеря и я был бы готов или наглая пионерка приветствующие незнакомцев ударом по спине и я был бы готов или даже вот эта маленькая плакса и я был бы все равно готов но сейчас в этот самый момент происходит то к чему я не готов и не готов я в первую очередь к неожиданностям девочка продолжала плакать и смотрела на меня глазами полными гнева и обиды это ты это все ты да ладно чего ревешь то я неуверенно подошел к ней и подал руку девочка на секунду сделала недоуменное лицо но затем схватилась за меня и рывком поднялась на ноги стыдно небось стало а вот то ты она маленьких обережать нельзя стыдно переспросил я мыслями находясь далеко отсюда перед кем перед тобой с какой стати а должно быть насупилась она и побежала в сторону домика вожатый может быть жаловаться я не знал действительно не знал впервые за долгое очень долгое время произошло что-то подобное еще пару минут назад я мог с уверенностью сказать чем занят каждый пионер в данный конкретный момент а что теперь тьфу у столовка только на месте за обедом да за обедом ко мне подошла вожатая неудобно получилось начала она собравшись с мыслями мне твои родители позвонили им но ты мог быть вести себя поприличнее приставился для начала хотя бы переменившись в лице продолжила она но ничего мы сделаем из тебя образцового пионера раньше я бы ей в подробностях рассказал и о пионерах и об образцовости но сейчас просто не было никакого желания разговаривать не с ней не с кем бы то ни было ну да ладно для начала тебе нужно познакомиться с товарищами ох насколько товарищи понабежала вожатая махнула рукой приглашая кого-то к столу и к нам подошли две девочки ну приятного вам аппетита а у меня еще дело неуверенно сказала она и оставила пионерок наедине со мной привет а ты новенький да любишь музыку вступай на музыкальный кружок это правда пока одна с тобой на свои двое весело как думаешь я не смотрел на нее и продолжал сосредоточенно есть да отстань от него не видишь он какой-то дурной блин она своем репертуаре если первая девочка была просто туповато то вторую я бы сравнил с той угрюмой кошкой из интернета а что если ведь я раньше никогда такого не делал просто в голову не приходило ну а раз будущие события теперь мне неизвестны то почему бы не попробовать я молча встал схватил стакан с компотом и вылил его второй пионерки на голову приятного аппетита каменным голосом подытожил я этот акт вандализма и направился к выходу из столовой девочка кричала визжала хрипела и даже как-то надрывно стонала но не пыталась меня остановить сейчас больше всего хотелось оказаться в другом месте посмотреть на мир со стороны понаблюдать за страданием других с высоты своего опыта но тех мест с сегодняшнего дня больше нет в дверях я столкнулся с той первой девочкой встретивший меня ворот попытался обойти ее но ух ты вот это хлестка было да получил хлесткую пощечину звук мгновенно разлетелся по столовой эхом застыв под потолком в миг наступила полная тишина рука в долю секунды сжалась в кулак ногти до крови впились в ладонь кожа на костяшках натянулась буквально до разрыва я уже намерялся отправить эту тварь в нокаут и может быть мне не хватило доли секунды между нами словно из-под земли выросла та маленькая пионерка которую я кинул в кусты и развела руки в стороны своими маленьким танц тельцем защищая подругу и на этом все кончилось я безвольно разжал руку опустил голову протиснулся между ними и вышел из столовой ух блин вообще трэш какой идет неужели они оказались сильнее меня почему вообще такое произошло ведь раньше я бы да почему бы ведь сколько раз меня ничего не останавливало что там ударить девочку я делаю вещи и пострашнее о семён как ты мог похоже этот мир изменился не поставив меня в известность колечки сигаретного дыма медленно летели в сторону генды пачка уже почти опустела а больше курева здесь достать негде придется ждать еще неделю само собой можно сходить к братьям аутистом взять бутылку водки напиться только что это изменит такие простые раньше и такие сложные сейчас решения тьфу неужели я уже начал рассуждать как тот чертов неудачник да никогда а еще не найдется ко мне подсела очередная пионерка чего непонимающий спросил я она показала на сигарету курить здоровью грядить кто бы говорил усмехнулась она а у меня она резиновая хочешь проверить не надо верю на слово я протянул ее сигарету и дал прикурить а круто ты сегодня но закашлявшись сказала она и вожатую в ее домике я слышала и на обеде теперь я я хоть не главный позор лагеря теперь я к позор лагеря да я пристально посмотрел на нее пионерка неумело курила сигареты улыбалась так самодовольно как будто весь мир уже признал ее приват правоту а ты я смотрю только о себе и думаешь о чем ты я нет переменилась она в лице даже немного запаниковала и подавилась дымом но ты права самый плохой тут ты точно никогда не была вот насчет себя я не уверен ты говоришь так ну круто вот еще мне не хватало похвалы от нее или может быть слушай улыбнувшись одной из своих заученных улыбок начал я а не хочешь заодно и обмыть знакомство так сказать а у тебя есть сверкнула глазами пионерка для хорошего человека всегда найдется ухо сейчас что-то будет пухаем опять синий свет впрочем начиналось все как плохом романе печатающимся по главам в бульварной газетенке совсем не так воспоминания слились в сплошное марево красно-оранжевого оттенка как дорога из желтого кирпича ведущая в изумрудный город только вот или подросла и зарабатывает на жизнь проституции потому что вместо того чтобы усердно учиться витала в фантазиях о волшебной стране трусливый лев подсел на мед и был застрелен в перестрелке с полицией вот железному дровосеку жилось неплохо он стал наемным убийцей а страшило и вовсе не изменился устроившись на стабильную низкооплачиваемую работу в офис суббот с удобным графиком с 9 до 6 и с отсутствием перспектив карьерного роста это как большинство из работающих москве мне как кажется да везде по моему наверное и не было никогда впереди никакого города бесконечная дорога без цели и смысла ведь тогда он действительно говорил о чем-то подобном здесь выделяется слово он тот кто видать в небе там летал до по крайней мере пытался предупредить я не слушал и в итоге единственный из всех застрял в этой чертовой ленте миобиуса кто не знает лента миобиуса это такая которая если взять полосочку и соединить ее перекрутив и получится что вы всегда будете по ней бесконечно двигаться вперед и никогда не остановитесь такой экскурс небольшой просветительский белый экран опять же не она сидела рядом и недовольно хмурилась эй прием прием вызывает земля это специальный такой эффект был или таскает глючит это скайп скорее всего это было очень классно ладно что как что такого то уже и подумать как будто нельзя мысли должны приводить к какому-то результату а у тебя что а у меня что отсутствие результата отсутствие результата тоже результат как той пословицы но у нее с гудниус нет новостей уже хорошие новости женя больно ущипнула меня за плечо и отодвинулась на метр многоточие очередной флэшбэк а потом появилась она нет женя жене всегда были в совенке жени их было много но мою женю я увидел тогда впервые может быть я плохо помню то что было до и что было после но те несколько дней останутся у меня в памяти навсегда я уже четко осознал что это не мой застывший мир понимал что спустя бесконечность времени мне вновь как когда-то удалось провалиться в другой удалось случайно словно переси пересеклись на миг орбиты двух далеких планет а у меня было все мгновение у всего мгновения опоздая на секунду и они разлетелись бы навсегда с бешеной скоростью удаляясь друг от друга этот мир также одинок и пуст как и предыдущий но главное в нем что он не такой он новый и здесь есть вещи мы незнакомые ой незнакомые о это действительно важно для меня это так важно например женя сидящая не в библиотеке а на крыльце столовой после всего случившегося я просто был неспособен на сарказм привет сказал я подойдя поближе но все же остановившись на безопасном расстоянии женя подняла на меня глаза по ее лицу было видно что она не ожидала здесь кого-то встретить привет да и голос ее звучало не как обычно уж интонации нашей библиотекарши я бы ни с чем не спутал решила на обед пораньше нет не знаю а во сколько обед скороговоркой ответила она как это во сколько обед ее ответ поверг меня в ступор я распылся в глупые улыбки но по всему телу пробежал холодок а нет извини я не знаю конечно во сколько обед просто ну же не окончательно запуталась и уставилась себе под ноги казалось что есть сейчас меньше всего хотелось находиться здесь но уйти не хватало решимости это было странно но совсем не пугало наоборот я был рад ведь наконец-то случилось что-то новое выходящее за рамки шаблона с тобой все в порядке задал я самый глупый вопрос который только можно было задать такой ситуации и что только ожидал услышать в ответ да спасибо за что не знаю ну за то что беспокоишься да я просто на ее лице промелькнули нотки недовольства но тут же исчезли и же немедленно встала мне пора подожди но ты же на обед собиралась попозже приду у меня еще дела ладно я не стал ее останавливать но решил проследить бог знает как давно со мной не случалось ничего подобного может быть только в первые разы здесь же не вышла на площадь и быстро направилась в сторону библиотеки ох мне кажется в этом месте нужно сделать перерыв дальше тоже эпика пойдет вот человек знающий вот он такой небольшой спойлер дальше будет эпик пока ребята спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал в описании будет ссылочка на плейлист и надеюсь вы счастливы что все-таки продолжение есть до встречи в следующей серии пока пока пока